В планах строительства хлебозавода было еще 7 лет назад и даже была уверенность, что две очереди строительства удастся завершить к концу текущего года. Однако на заседании депутаты дали понять, что о запуске крупного производителя говорить еще рано. На строительство предполагается выделить дополнительно 66 миллионов рублей. Производительность труда вырастет в 2-3 раза. Понимаете в чем дело? Да, я понимаю. Другие говорят, если была бы модернизация старых хлебокомбинатов, это обошлось, возможно, дешевле. Но это вопрос спорный. И сегодня поставлена задача и губернаторам, и Дума поддержала закупить последнее оборудование, в апреле-май его смонтировать, в июне-июле его опробировать и начать выпуск продукции. То есть в 2013 году он должен заработать. По плану после выхода на проектную мощность завод сможет в полном объеме накормить жителей региона качественной хлебобулочной продукцией. Кроме того, это позволит создать конкуренцию белорусским и российским производителям из других регионов, которые заняли в Брянской области очень неплохие позиции. Вот только когда предприятие побалует покупателя с добными булочками, пока неизвестно. Тем не менее, предложения по внесению изменений в региональный бюджет были приняты депутатами, пусть и не единогласно. В этот же день законодатели рассмотрели вопрос о ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в Брянской области. Кроме того, на думской сессии рассмотрены изменения в нормативные акты, касающиеся муниципальных образований, поправки в законы об областном бюджете Брянской области и об инвестиционном фонде региона. Также утверждено предложение о создании рабочей группы по развитию дорожной системы области. Город Брянск – это муниципальное образование, и мы не имеем права вмешиваться, но своим товарищам и мы-то горожане мы имеем право не только подсказывать, но и требовать, чтобы немедленно, незамедлительно после схода снежного покрова и ухода воды приступили срочно к ремонту и обустройству дорог и тротуаров. Рассмотрен и утвержден в трех чтениях законопроекта о потребительской корзине в Брянской области. Во втором и третьем чтениях проект закона о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Брянской области. Скорректированы на заседании ряд областных законов, а также внесены изменения в областной бюджет. Были внесены изменения в доходную и расходную часть бюджета. Доходную часть мы внесли в связи с поступлением безвозмездных поступлений из федерального центра и от компании «Метаклейн». У нас поступило почти около 100 миллионов рублей, 99 с копейками миллионов. Из федерального центра мы получили 394,60, без копеек, да, миллионов. И налоговое и неналоговое поступление, увеличение налоговых и неналоговых поступлений, это уже нашего бюджета, почти 404 миллиона рублей. На 54-м заседании депутаты также поддержали законодательные инициативы регионов. Татьяна Глазова, Евгений Седачев, События Брянск.